всем добро бодро вторая серия прошло трое суток наконец-то добрались скажем дошли руки пересадить один рой пересаживать был во второй корпус пока через пленку и сейчас поскольку сила семьи но на будущее я планирую нижнюю семейку и верхней рой соединить в одной семье противном случае мне выжить как показывает практика как бы это жестоко не звучало как открывать ловушку я показывать не буду в принципе второй раз тоже наверно нет уже смысла вешать середина июля через две-три недели нужно начинать подготовку к зиме у нас сожалению здесь два времени года зима и подготовка к зиме и подготовка к зиме составляет очень мало времени сейчас открою буду пересаживать буду показывать пришлось одевать маску потому что уже два раза ужалили нужно учитывать то что чела неизвестно и пренебрегать методами личной безопасности немножко говоря глупо так это картонка с приманкой куда вроде сверху так все залито короче принцип такой сейчас на место ловушки ставлю второй корпус пленка и пересаживаем как будет доставать рамки буду показывать но пчела вот агрессивно отношению с моей пчела намного агрессивнее она уже не атакует но вот сверху все рамки залиты но пчела агрессивно просто атакует ну вот вторая рамка с краю язык расплод большая часть меду это крайняя рамка практически вся залита вот тут были сейчас подставлю еще ой там внизу сколько языков настроили мать моя женщина все там залили видимо был хороший рой первак там просто языки все сдали по медам есть вот соседи угостить так третий рамка языки расплод залито всем медом хороший рой работоспособность скажу матку даже не ищу потому что расплод есть и когда буду ловушка осматривать тогда буду искать матку чтобы я не погубить так значит обломаем вот видим расплод мед возможно матка даже где-то на крайней рамке была или же она ушла наоборот вот там языка языки отстроена так здесь рамка практически больше половина расплод и сейчас повод вощину поставить сюда и пустую рамку суш чтобы матка сразу работала так что здесь имеем так что расплод так же и залито медом так и последняя рамка ну и пчелы конечно богато что есть то есть так минуту понял почему рамка не шла потому что я всегда одну рамку то есть одну рамку я прихватываю на пару саморезов то есть как бы как запираю то есть для того чтобы во время перевозки рамки не болтались соответственно не губилась пчела неудобно конечно все рукой снимать и работать ну уж придется вот таким методом пользоваться ну и вот сколько там языков языки сейчас себе на обсушку положу сегодня надо еще съездить первые ловушки снять короткий ролик вам показывал поехал вешать вспомнил что они у меня там висят с того года и там уже были раи то есть ох ты зараза недобрая пчела какая то ох недобрая то есть их надо тоже снять потому что через день дожди а завтра вроде сильный дождь обещают поэтому надо все привозить собирать в ульи и потихонечку начинает готовиться зимовки но пчелы богато сами видите сейчас вот эти обдую дымом языки возможно мат где то там вот ну что скажу вам рой достойный все затраты окупились более чем и материальные и физические и моральные то есть я в принципе доволен вот в принципе на сегодня все охота продолжается на раи а я сейчас буду заканчивать работу потому что уже восьмой час сейчас попрохладнее стало плюс двадцать пять вроде на улице так что на сегодняшний день у меня все второй рой сегодня пересаживать который вон там стоит у него реально нет времени сегодня всем всего доброго счастья удачи добычи ловите раи от пчел зависит много в этом мире с уважением к вам ваш Сергей скалхоза сто лет без урожая из-под Вологды не всегда как лодку назовешь так она и поплывет а 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 Субтитры создавал DimaTorzok